Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске! Для ПК-версии The Witcher 3 Wild Hunt вышел патч 1.07. Переиздание прототип и прототип 2 оказалось провальным. Представлен геймплей Fallout 4 в хорошем качестве. Опубликован первый геймплей Total War Warhammer. Появилось часовое прохождение и первые проблемы в Assassin's Creed Syndicate. Для ПК-версии The Witcher 3 Wild Hunt вышел патч 1.07. Наконец-то вышел долгожданный патч 1.07 для игры The Witcher 3 Wild Hunt. Стоит отметить, что этот патч сперва получили обладатели консолей PlayStation 4 и Xbox One. А совершенно недавно данный патч вышел и для ПК-версии игры. Так как патч 1.07 приносит огромное количество изменений в игру, то соответственно обновление весит немало. И как оказалось, среди множества изменений и дополнений заметно выделяется альтернативный стиль движения Геральта. Совершенно новый пользовательский интерфейс, множество дополнительных подсказок и новая уникальная возможность помещать формулы и диаграммы во время крафта. Кроме этого, невозможно не отметить, что новый патч убирает множество известных багов, которые в свое время мешали в полной мере насладиться игрой. К примеру, баг с летающей лошадью, баги с заданиями и некорректным уроном. В любом случае, патч 1.07 не только приносит множество изменений, нововведений, но еще и исправляет множество багов. Переиздание «Прототип» и «Прототип 2» оказалось провальным. Как вы помните, в самом начале недели компания Activision выпустила переиздание популярных в свое время игр «Прототип» и «Прототип 2» на современной консоли PlayStation 4 и Xbox One. Причем в это переиздание вошло дополнение «Прототип Biohazard Bundle». Кроме этого, переиздание доступно лишь на данный момент в PS Store и Xbox Live. Соответственно, русские игроки не имеют возможности поиграть в эти игры, но, как оказалось, это даже и к лучшему. Как оказалось, переиздание серии за 50 долларов свою цену так и не оправдало. Видимо, разработчики настолько сильно обленились, что кроме того, как повысить разрешение игры, ни на что они больше не способны. Игры теперь доступны в разрешении 1080 пикселей, а вот что касается оптимизации игры, то с ней дела совсем плохи. Хотя в первой части частота кадров стабильно держится на 30 FPS. В любом случае, переиздание серии никак не соответствует современным стандартам. Представлен геймплей Fallout 4 в хорошем качестве. Как многие помнят, в прошлом месяце анонсировали игру Fallout 4, которая стала триумфом для выставки E3 2015. Соответственно, игра стала иконой этого мероприятия. Причем это не учитывая того, что серия Fallout имеет многомиллионную фанатскую аудиторию. И стоит признаться в том, что серия достойна всех этих почестей. Компания BSSD Softwork весьма хорошо поработала над игрой перед анонсом. Поэтому она смогла не только продемонстрировать необычный трейлер игры, но и даже многие фрагменты геймплея из Fallout 4. И вот месяц спустя разработчики этой многообещающей игры решили опубликовать продемонстрированный геймплей, но уже в хорошем качестве. И это не может не радовать. Ведь теперь удастся намного лучше рассмотреть все детали и нововведения в игре. КОНЕЦ Опубликован первый геймплей Total War Warhammer. Буквально пару дней тому назад компания Sega совместно со студией Creative Assembly продемонстрировали ролик, который поведал о благородных существах по имени Демигрифы. Теперь разработчики Total War Warhammer решили продемонстрировать, какие же они в бою. Причем стоит сразу отметить, что данный видеоролик не отражает реальное качество геймплея игры. Но тем не менее, если верить тому, что утверждают разработчики, показанный видеоролик демонстрирует игровой движок. Кроме этого трейлер позволяет оценить масштабы будущих битв, где будут между собой сражаться тролли, орки, Демигрифы и другая нечисть. Кроме этого, разработчики обещают через две недели показать еще один видеоролик, который продемонстрирует игровой процесс Total War Warhammer. В любом случае, остается лишь ждать. Появилось часовое прохождение и первые проблемы в Assassin's Creed Syndicate. Как правило, каждая часть из серии Assassin's Creed никак не может обойтись без невероятно большого количества видеоматериалов от разработчиков. Соответственно, случай с Assassin's Creed Syndicate не стал исключением, так как один из представителей студии Ubisoft, причем вместе с известной девушкой и летсплейщицей Ханной Рузерфорд, решили снять часовое прохождение игры. Самое интересное, что компания Ubisoft немного облажалась на начале прохождения игры, так как в начале видеоролика у героя пропал голос. В остальном же все прошло весьма спокойно и гладко, но, как известно, подобные проблемы вызывают обычно бурю негативных комментариев у геймеров. Даже взять обычный видеоролик на YouTube, который уже собрал больше дизлайков, чем лайков. В любом случае, остается надеяться, что игра действительно окажется качественной и не вызовет еще больших негативных отзывов у игроков. Апубликован геймплейный ролик ГРАНДЕЖЕС МЕДИЕВЛ Разработчики ГРАНДЕЖЕС МЕДИЕВЛ решили наконец-то продемонстрировать всем игровой процесс игры, поэтому подготовили специальный видеоролик. Напоминаем, что ГРАНДЕЖЕС МЕДИЕВЛ является стратегией в реальном времени, и совершенно недавно стало известно, что игра выйдет для платформ PlayStation 4. События игры происходят в эпоху позднего средневековья. Игрокам предстоит выбрать одну из представленных наций, возвести небольшое поселение и начать расширять свои владения, попутно развивая свое небольшое королевство. Стоит отметить, что для создания ландшафта разработчики пользовались реальными картами. Так что при выборе места постройки города, игроки должны будут продумать все до мелочей, от погодных условий и до места расположения полезных ресурсов. А помимо стандартной средневековой жизни, пожаров, эпидемий и многих других напастей, игрокам предстоит заняться дипломатией и вести войны. Пиратской версии Batman Arkham Knight не будет. Как известно, на данный момент халявной версии Batman Arkham Knight еще нет. И как стало понятно, в ближайшее время ее и не будет. А все потому, что команда из 3DM не может взломать известную защиту под названием Denuvo, которую поставили на Batman Arkham Knight разработчики. И все бы ничего, если бы разработчики еще не снабдили защиту дополнительными модификациями. Теперь у команды 3DM появились проблемы. Также ходит мысль о том, что якобы игру не могут взломать из-за того, что в ПК-версии игры оказалась слишком сырой. То есть кучей багов, лагов, вылетами и прочим. Причем игру даже не может взломать команда из KeyDraw. Так что кряка, как и собственно самой игры, в ближайшее время не будет. Кроме этого, игроки уже начали думать о том, что в пиратской версии игры вообще не будет. Но их можно понять, ведь сколько уже времени не могут взломать игру Dragon Age Inquisition. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok